Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развилась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать все, что не успеет. Привет, ребята! Сегодня мы вместе с Соней Майсюк и Егором Кирилюком познакомимся с очень необычной и яркой профессией, которая называется гример. Уже интересно? Тогда давайте начинать! О, помада! Да, у меня еще и тушь, и пудра есть. А зачем тебе это все? Ну как? Я гримеруюсь. Так это все для гримера? Да, но я, правда, еще не умею ничем пользоваться. Сейчас разберемся. Давай позовем Ангелину. Хорошая идея. Ангелина! Привет, мои хорошие! Привет! Привет! Мы тут гримеруемся, красимся. Ничего себе! Вы сегодня гримеры? Да. А как вы думаете, как давно появилась эта профессия? Не знаю. Лет сто назад. Сто? Средние века знатные люди каждый день пользовались косметикой. Посмотрите, они сначала белили свое лицо, потом наносили пудру, а потом добавляли румяна. Вот это их набор на каждый день, так сказать. А как выглядели накрашенные люди? А я вам сейчас покажу. Посмотрите. Вот, как я вам и говорила, сначала они белили лицо, потом добавляли пудру, чтобы ничего не блестело, а потом румянки. Так это они все красили? Конечно же. Они совсем не похожи на современную. Это да, они совсем не похожи. Сейчас мы пользуемся помадкой, мы по-другому пудрим свое лицо, по-другому наносим румянки, тушь добавляем, да, Сонечка? Но пока что ты еще маленькая, этим не совсем пользуешься, да? Да. Только помадка? Угу. А чем вы еще пользуешься, расскажи мне? Ну, не знаю, может чуть-чуть мне сестра и пудру наносит. Иногда и румянки, чтобы щечки были такие сладенькие, да, можно сказать. А как вы думаете, где работают гриморы? Ну, как в театрах. А сейчас в театрах, а сейчас в каких-то студиях, например. А зачем в театрах? Наверное, чтобы люди смотрели и им казалось, что это красивее. И так вот. Кого они гримировали? Ну, актрис. Да вот, правильно, актеров. Они так готовили их к выступлению. Как вы думаете, в наше время работают гриморы еще в театрах? Конечно, да. А где еще? Еще на студиях каких-нибудь. На киноплощадках они создают невероятный образ. Давайте посмотрим. Похоже не на понятных кого. Не похоже на настоящего человека, правда? Вот такой образ, посмотрите, интересно. Это прикольный, бабочка. Да, очень яркий, необычный. А вот это я знаю, это я знаю, это из Страна Чудес. Ой, Алиса в Стране Чудес. Да, умничка, Сонечка. А как они создают эти образы? А давайте спросим у нашего специального гостя. Ольга, заходите, мы вас ждем. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Меня зовут Ангелина. Меня зовут Оля. Меня Соня. Легор. Вы сегодня заговорили о вашей профессии, о профессии гримера. Расскажите нам, как вы стали гримером? С детства любила рисовать. Рисовала практически всегда. Но сейчас я занимаюсь аквагримом. Ага. Аквагримом занимаюсь не так давно, около двух лет. Работаю на всяческих детских праздниках, на разных корпоративах, мероприятиях, промо-акциях. В рекламных целях тоже гримерую людей. То есть это все грим? Это все грим. У гримеров существуют разные, можно сказать, такие ветви. Кто-то работает в театре, кто-то работает на киноплощадках, кто-то занимается аквагримом. Я правильно понимаю? Да, да. А вот бывало ли такое в детстве, что у мамы воровали косметику? Ну, конечно, безусловно, как любая девочка, наверное. Сланичка, признавайся, воровали косметику. Да, и помада, и тушь, все шло в ход. И духи. Егор это не совсем понятно, как он у нас мальчик, да? Я только духи. Только духи у папы. Ну, тоже хорошее дело. А чем отличается аквагрим от обычного? Аквагрим – это специальные краски на водной основе, которые наносятся кистями. Аквагрим – это уже идет как косметика. А аквагрим – это краски. Мне больше нравится аквагрим. Я люблю косметику. А аквагрим не вреден для лица, для нашей кожи? Именно для детей и взрослых он безвреден, потому что это краски, специально созданные на водной основе, и они специально предназначены для тела, для лица. А есть еще другие такие краски, которые… Такой аквагрим, который не очень полезен. Кстати, хотела это отметить. То, что рисуют, бывает гуашью, акварелью, акрилом. Это может быть очень-очень опасно для детей. Так и для взрослых. И если вы рисуете аквагрим, всегда интересуетесь, какими красками пользуется аквагример. Запомнили? Обычной гуашью, обычной акварелью мы не красим свое лицо, даже если учить хочется. Лучше обратиться к специалисту, например, к Ольге. А расскажите нам, откуда вы берете идеи для создания какого-то нового образа? Идеи подсказывают сами ребята. То есть они хотят перевоплотиться либо в бабочку, либо в котиков, либо в собачку, либо в какого-то супергероя. Также много материала черпаю из интернета. А сколько времени уходит на грим? В среднем на грим уходит от 7 до 10 минут. Зависит от сложности рисунка. Ничего себе, так быстро. Быстро. 7-10 минут это очень мало. Рисовать нужно тоже уметь? Конечно, нужно уметь рисовать, чтобы рисунки получались красивыми, качественными, яркими, точными. Кстати, ребята, если вы тоже хотите стать гримером, то придумайте свой образ, нарисуйте его на бумаге, а потом пришлите нам либо по почте, либо на электронный адрес. А давайте попробуем сейчас что-нибудь нарисовать. Хотите? Отличная идея. Да, я хочу что-нибудь яркое и очень красивое. А давайте я вам покажу свои рисунки. Давайте посмотрим. Вот так. О, ничего себе. Сколько много. О, какие-то красивые цветушки. А давай что-нибудь, как будто радуга и белые завитушки. Давай. Где-нибудь вот здесь. Давай. Сонечка, что нам понадобится? Для этого понадобятся нам краски. Посмотрите, ребята, вот такие специальные краски. Только запоминаем гуашь и акварель. Мы свое лицо не разукрашиваем. Ну что, приступим? Приступим. Сначала нанесем фон. На специальную губку берем, смачиваем водой. Ага. И в яркую краску. Ну, какая яркая. Да, сразу будет радуга. Слушай, это же будет. Вы посмотрите, ребята, как ярко. Губка. Пошел. Так, Сонечка. Ну, что, начинаем. И такими легкими движениями наносим фон. Все, фон готов. Завитушки будем, да? Угу. А у вас нету таких еще наклеек таких? Есть. И приклеим еще наклейки. Стразики называются. Да? Угу. Какая красота. Соня, ты готова на это посмотреть? Закрой глаза. Аккуратно только. Аккуратно. Так. Открывай. Ого, как красиво. И стразики. Да. Нравится? Да, очень. А что нужно сказать? Спасибо. Пожалуйста. Ну, что, мои хорошие, сегодня мы познакомились с новой профессией, которая как называется? Гример. Гример. Вам понравилось? Да. ПОЁТ НА ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧЕr Thủдеff Rodriguez ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ